Здарова всем, с вами Хилл Хёртс, и это у нас игра Хилл Пойнт. Я навел справки, это получается седьмая серия, и не поверите, только я закончил шестую серию такой, ну всё, сейчас пойду типа покушаю, и такой возвращаюсь, такой проект уже создаю, типа готов записывать, херок свет вырубили. Я такой, блин, ну в смысле, вы сейчас серьёзно, вы сейчас не шутите? И в итоге я вот хер знает сколько часов сидел без света, ну а теперь свет дали, и наше скандальное прохождение продолжается, мы вот в этом непонятном, неинтересном месте. Господи, как же темно на фоне, может быть фонарик поменять? Давайте на обычный свет, вот так. Во, хотя бы что-то будет видно. И теперь пойдём разбираться, куда же мы можем пойти в этом месте. Здесь огромное количество вот этих прутообразных тварей. В прошлый раз я нашёл какое-то место, ну, с фиолетовым монументом. Его мы тоже с вами сегодня потрогаем, если вы не сильно против, но я надеюсь нет. И здесь, видимо, обратная дорога. Ладно, ладно. Слушайте, походу, когда бахаешь атаку в падении, урона от падения не получаешь. Хорошо. Это место-выход, и нам что-то мне подсказывать дальше. Дальше вниз. Опять же, пока не уверен, куда нам идти. Но внутренняя чуйка-чуй-чуйка говорит, что именно туда. Альма-матер, здесь снова мои любимые. Не активируем ем и е двери. Странно. Иногда они нападают в восьмером. Иногда они по одному нападают. Как-то непонятно. И сколько бы я ни качал стамину, она почти не прибавляется. ХП-шка прям заметно прибавляется, а стамина вообще нифига. Почему это так, я без понятия. Ну, в любом случае, это опыт. Так, и ещё вот ты. Пока никто не видит. До двух ударов бахнем. В принципе, да, бахнем. Хотя, двести душ. И это просто смешно. Так, и сейчас... Откуда он взялся? Попробуем, хотел сказать, к монументу пойти. А тут Пипяка со спины нападает. И пытается доказать, что я не прав. Не, с хилками, конечно, гораздо приятнее. По-моему, сюда я ходил. Или нет. Или да, или фиг его знает. Всё такое похожее. Не, очевидно, не сюда. Неужели на ярус выше? Ууу, тут их несколько. Блин, это втройне волнительно. Ну, в любом случае, мы попробуем отыскать. Здесь был лифт. Лифт. Из него можно идти сюда. И, очевидно, это то самое место. Потому что здесь ловушка. Засада, я готов. С конца прошлой серии это я помню. Фига, первый раз, по-моему, за всё время. Сколько мы с ними дерёмся, он попытался замансить. А, там ещё подружка их была, но она застеснялась. Так, лок цели. Давай-ка мы придём к какому-нибудь пониманию. Там, видимо, лутабельная штука есть. Сюда. Неужели он поломанный? Слушайте, я не могу с ним провзаимодействовать. Видимо, эти чарти сломали его. Вообще, нифига. Хм. Придётся искать обходной путь. Направо мы ходили или не ходили? Ну, вот здесь дорога есть. Anyway. Либо того босса придётся как-то убивать пытаться. Я пока что склоняюсь к тому, что я не готов его убивать. Ввиду того, что он слишком хорош. Блин, а это тупики всё. Если сейчас туда нас не пускают, то беда. Придётся на лифте ехать вверх. Снова драться с динозавром. А я динозавров... Откуда они берутся? Может они... Типа самовоспроизводятся каким-то образом? Просто я не могу иначе объяснить их бесконечное появление. А, ну и всё. Это тупик. Хы. А куда идти тогда? Так. Ну мы можем выйти. Но нам туда нафиг не надо. Скорее всего, с этим лифтом как-то можно взаимодействовать. Потому что тут, очевидно, мы всё сделали. Либо, опять же, идти наверх, как-то пытаться убивать тех ребят со щитами. Можно ниже. Но нужно ли? В принципе, разлом недалеко. Давайте попробуем. Нет. Даже атаков падения не спасать. Здесь, я так понимаю, за текстурью. Буду знать. Я должен был это проверить. По-моему, одно место у меня есть. Только я не помню, за каким это боссом было. Честно, не помню. Но одно место у нас есть. Где я не был. Так, и призрак, а душ не будет сегодня. На секундочку. Это, кстати, очень несправедливо. Чтобы вы понимали, мне дали 1800 за призрака, а за души не дают. Вон туда я упал. А, нет, души с этой стороны. Ну ладно. Только вот вопрос. Можно? Можно. Хорошо. Значит, мы едем наверх? Алла, я еду наверх. Может быть, там этот фиолетовый монумент как-то активировать? Без понятия. Вообще без понятия. Максимально не понимая, что и как. Но вариантов других у меня нет. Лифт не активируется, так как он уже активирован. Придется ехать вверх. Это все еще одна зона. Если бы еще нормально подписывалось, что это, куда это, как это. Было бы, конечно, немножко понятнее, но нет. А здесь у меня были варианты, куда пойти? По-моему, да. Видимо, того босса надо идти убивать. Не поверите? Я все еще считаю, что его убить очень сложно. Но, видимо, игра считает, что мы готовы. Ну, а раз игра так считает, то кто я такой, чтобы считать иначе? Я тот, кто не может понять, как найти выход отсюда. Ну, через лево точно. Вот даже так можно, по-моему. Там. Это что за место? Очень непонятное место. Только что можно было пройти. Теперь уже нельзя. Вопросов нынче слишком много. Ответов же нифига. Вот сюда вроде бы. Либо я снова где-то что-то не заметил. Блин, почему он не может ровно спринтануть? Я еще в прошлой серии пытался сюда запрыгнуть. И еще тогда я понял, что это очень... Не, он не хочет прыгать. Попробую без разбега сделать это. Вдруг получится лучше. То есть вот так и вот так. Не, без вариантов, без вариантов. Пока что как туда попасть, я не знаю. Возможно, всю эту платформу можно как-то вниз опустить. Но опять же, пока неизвестно. Тут что написано? На правой двери. Ну где, мужик? Вот ты сказал, справа дверь. Ну вот, как с ними драться? Блин, я хочу понять, но я не понимаю. И это все еще не в спину был удар. Слишком, слишком мало. Что произошло? Я не знаю. Если вы знаете, напишите потом в комментариях. Я же нет. Ну здесь просто защитник стоял, это я точно помню. И здесь их будет еще 3 миллиона. Так, а тут разве должны быть разветвления? Здесь все эти твари фиолетовые, ладно. И там можно наверх, кстати. Я вспомнил, на кого они мне похожи. На кровососов из игры S.T.A.L.K.E.R. Не иначе. Так, а был ли я тут? Я не помню. Вот уже честно не помню. Ловушки помню. Но был ли я там? Этого я не помню. Это тоже ловушки, очевидно. И мне не нравятся ловушки. Я вспомнил, это супер-секретное место с супер-секретным ништяком, где меня теперь все заметили. И вариантов разобраться по одному нет возможности. Окей. Да-да-да, мужик, кастуй эту хрень. Кастуй, я пока что тебе в спину нарезу. Хороший размен, считаю. Ну что, что такое? Тяжелый стал на перекаты. Э. Я не понял. Да, это послушайте, а кто кастует-то? Ну ты и урод, мужик. Ну ты и уродище. А, их там 15 миллионов вообще, прикиньте. Так, ладно. В принципе, есть тактика. У вас, наверное, очень темно будет, но иначе я ничего не могу сделать. Ждем пока какая-нибудь красотка из них начнет кастовать. Ну а эта девка его защищает. Ой, спасибо, что там не обрыв. Спасибо, что там не обрыв. Ты кастуешь. Кастуй, кастуй, кастуй. Я тебе в спину подойду и накостыляю. Тварь. Кто из вас? Ну-ка, ребят, давайте. Кто первый? Безумно можно быть первым. Ну, пацаны, ну вы чего? Девчонки, застеснялись что ли? Мы же с вами хорошо общались. Давай кастуй эту хрень издалека. Ну что, никто не будет, что ли? Вот. Двоем. До этого стеснялись, да? Ну, мои хорошие. А в чем проблема-то? Порой горю больше, чем нужно. И да. И как-то так. Вот смотрите, здесь слева есть какой-то постамент. Не знаю, как это объяснить. Вот сейчас мы всего попробуем активировать каким-нибудь образом. Вот сюда. Где-то здесь. Вот он целый. Исследуйте. Здесь можно нажать да. Мы переносимся в мир какой-то хрени. Никаких подсказок опять же нет. Максимально непонятно. Визуально это то же самое место, только, только. Оно... Как бы это объяснить? Она, короче, зеркальная, что ли? Почему тут эти твари заново заспаунились? У меня сейчас перекаты нормальные. Там ништяк. Абсолютно то же самое место. Блин, а может быть мне вот эта штука может помочь? Нет, синяя вообще не помогает. Осколки нигла. Я просто искренне не понимаю, господа, что тут происходит и какого хера в основном это происходит. Я пытаюсь понять. Можете мне верить, можете мне не верить, но я искренне не пытаюсь понять. На записи, скорее всего, это будет вдвойне ужасно. Ну, окей. А что мне с этим делать-то, вашу мать? Объясните, твари. Туда пройти нельзя. Я могу в этом виде на боссы идти, ну а на кой фиг? Эти твари постоянно быстро делают все. Я ничего не успеваю сделать толком. Все выходы в бок мне заказаны, как сказать, так сказать. Ну, нафиг они нужны, надо будет прочесть обязательно. Я могу на босса уехать. Давайте попробуем на босса, я не знаю. Поможет ли мне это? Братан, не успел. И этот лифт уехал. Может быть тут попроще будет босс сейчас? Может быть да, может быть нет, а хрен его в общем-то знает. Котик, ори, котик, не ори, пожалуйста. Так и что, он не активный? Я могу с ним говорить? О-о-о-о. Я пеплорожденный, бессмертное воплощение страданий. Мы находим пути, ведущие к жизни и преграждаем их. Наша задача здесь почти завершена. Нам даже пальцем шевелить не надо, люди сами мучают друг друга. Скажи, приятно ли страдать? Нет, мы должны положить конец страданиям любой ценой. Давайте скажем, страдания это не зло и добро. Бесполезный ответ, это да. Твоя кровь не брулит, твои убеждения слабы. Меня не интересует, меня не интересует отсутствие стремления. Твое место с почитателями тьмы. Прочь. Эй, пёс. Какая-то падла на улице опять какую-то херню делает, господи. То света нету, то какие-то уроды на улице сатанеют. Что вам, по чём что ли пойти всем надавать? Можно ещё раз? Если я возьму другой ответ. Я понял, эта фигня позволяет мне альтернативно разговаривать с боссами. Звучит на самом деле весьма интересно. Как бы кто бы чё не говорил. А это неплохо, можно лифт сегодня? В смысле он? Всё что ли? А, не работала кнопка, ну бывает. Ну вы знаете. Если вам слышны какие-то щелчки на фоне, простите, пожалуйста. Какой-то отбитый индивид на улице, видимо, что-то пытается сделать. Я искренне не знаю, в чём проблема. В первую очередь у него с головой. У того, кто это делает. Ну он это делает. И они очень умные соседи. Так, и туда уже пройти, видимо, нельзя или можно? Не, ну это хорошо. А сюда? О, подождите, как некоторые двери для меня открыты теперь? Осколки книгла. И интересная механика, очень интересная механика. Всё, всё ещё не понимаю, как это должно работать правильно. Но это как-то работает. А почему же внизу тогда этот монумент разломанный? Чё, кусок книгла. Блин, офигеть. И в теории теперь я могу построить какую-то секретную штуку. Давайте скажем то, что да, они должны страдать. Вдруг он позволит не биться с ним, потому что я бы не прочь, честно говоря. Вы видели, какой он опасный, какой он здоровый, какой он стрёмный? Не знаю, как вам, а мне кажется, что он опасен. И почему он не узнал, если я с ним уже дрался? Только не дерись, нормально. Ну давай, нет, истина в страдании. Ты понимаешь, говорит, чтобы жизнь была прекрасна, она должна быть наполнена смертью и страданиями. Когда ты познаешь свою слабость, ты узришь слабость в других. Боль единственная, чем мы можем верить. Ты молод, ты познал боль, но ещё не узрел ад. Прими мою метку. Прими свою кончину, отдай мне свою душу. Стать палачом Утоса? Да блин, я не знаю, ну давайте попробуем без понятия, что это значит. Хорошо? Только сильные могут прибкнуть к моей общине. Твой разум и тело готовы к бесконечной агонии. Я могу сжечь твою душу и выковать новую сильнее. Ты уничтожишь слабых. Эти фиспийцы там наверху, эти жалкие паразиты и их марионетки. Они не способны познать смысл жизни. Порви их на куски рапы, принеси мне 10 трупов. Я дам тебе отведать вкус подземного пламени. Путь. Блин. То есть, понимаете, он мне, видимо, разные варианты может дать. Давайте ради интереса я возьму то же самое сделаю, но только нажму, что я не хочу, я против. Или я теперь... Давайте глянем, во-первых, что такое куски нигла вообще. Шо это такое? Кусок кристалла используется для печати. Само небытие. Блин, охрененно, непонятно. Ничего не понятно. На кой, черт, куда, кому. Давайте попробуем отказаться. Сказать то, что нет, я за хороших парней. Давай еще раз. И он сказал, фиспийцы наверху. Фиспийцы наверху, это где? Вообще ничего не понятно. Мое почтение игре за стиль повествования. Просто 10 из 10, не иначе. И вот я не могу даже взаимодействовать, какого хера? У нее откат кнопки, что ли? Я не понимаю, кулдаун какой-то долгий или что? В чем проблема игра? Блин, вы знаете, мне прям искренне интересно, что за деградант на улице стоит и стучит. Ну ясно. Да-да-да, братан, а не что я как бы уехать хочу от вас, аутяк? Давайте каем, родной, пока никто не видит. Главное этого дебила с собой не брать. Он сказал, что мне откуда-то нифига не даст. По-моему, ну, очевидно, к нему рано идти. Ну и так же очевидно, что пока что я не знаю, куда мне идти. Слушайте, а духи же тоже зеленые. А я сейчас немножко в зеленоватой сфере. Быть может, я как-то связан с мирами духов? Ну вот, именно в рамках игры. Блин, максимально сложно и вообще непонятно. А как мне теперь попытаться вспомнить, где я был, где я не был? Одна еще боль. Десять фрагментов. Блин, я... Значит, все-таки я как бы с ним заключил сделку. И вот я не уверен, хорошо ли это. Ну, ради прикола можно было бы потратить душа. И попробовать... У меня, по идее, если я правильно помню, есть возможность телепортироваться домой. Что она дает? Нужно вспомнить. Последнему якору или разлому. Нет, мне нужен самый начальный разлом. Но, блин, я, к сожалению, не помню, как туда... Да ты серьезно? Ой, блин, сейчас вы вспомните и как. Так, ну просто если я активирую, меня завалят, скорее всего. А идти вниз нет желания. А там тоже особо ничего не поймешь. Наверху? Как наверху? Он же на самом верху башни. Как это работает? Блин, ладно, давайте попробуем вернуться к какому-нибудь разлому, который позволяет мне телепортироваться. Может быть, с них будут падать? Давайте попробуем заодно. Не выпало ничего, ровным счетом. Делаем вывод, что это не они нам нужны. А, нет, знаете, двери сейчас открываются. Да вашу мать! Ну что за мудаки делали этот левел дизайн? Ну почему? А как мне теперь-то пэкнуться отсюда вообще? Это мне в самый низ. Короче, давайте, я так куда-нибудь добегу и включусь. В общем, я вспомнил то, что у меня есть возможность пройти сюда. Решил пойти сюда, я заодно прокачался. Я не знаю, нужно ли мне это, но тем не менее. Да, на фоне кондиционера, простите, ну как бы жара у меня пришла просто лютейшая. Вот, и я немножко не готов сидеть и пердеть и жутко гореть. Простите, пожалуйста, если качество звука оставляет желать лучшего. Я постараюсь потом это выключить. И здесь я тоже не могу пройти, скорее всего, да? Есть такое предположение. Нет, можно, слушайте, это какой-то хабный телепорт. Ладно. Я просто уже буду тогда бежать, куда глядят глаза, потому что я реально, я настолько потерял нить того, куда можно идти, что просто нет слов. Чего? Я... Это тупо зеркальный коридор, что ли? Вы меня извините, это бред какой-то. Это лишено вообще какого бы то ни было смысла. Я реально не понимаю, где я. Ну я только что же тут был. Ну это же как-то нелогично, ну согласитесь. Или я один с претензиями? Да-да-да, пацаны, конечно, в десятером давайте. Ух, со смыслом-то как. Так, этот черт очень опасен, он мне не нравится. А что там по воротам фреймов нету? Не завезли сегодня премьер поворотов, господа, к сожалению. Давай, ну, режь. Достал кинжал, режь. И эта хрень вообще находится. Да, она не так простая, как кажется на первый взгляд. Когда-нибудь у меня получится бить со спины эту падлу. И мы справились. О, да. Берем, наверное, имплант на улучшение, ухиление. Непонятно ни черта. В Дарк Солсе, возможно, тоже поначалу было непонятно. Но здесь непонятно в квадрате, вот серьезно. Хотя, смотрите, новые какие-то места. Неужели это какая-то альтернативная комната? Альтернативное измерение? Нет. Ничего подобного. Куда же тогда идти? Кто бы мне смог подсказать? А, куб же надо вызвать, точно. Вот просто ништяки начинают падать. Просто берут и просто начинают падать. Просто по приколу. Мне же как-то на уровень ниже, насколько я помню. Чтобы найти там что? Что-то. В теории я могу и сюда упасть. Да. И мы даже живо. Мог ли я сюда попасть как-то безопасно? А вот уже не уверен, знаете ли. Так, мне в любом случае нужен кристалл, который позволит мне тпкнуться, блин, в самую начальную обсерваторию. Потому что сейчас попробую показать, что я хочу сделать. Ну, я все еще считаю, что разработчикам надо бы отбить руки за то, что они сделали настолько... О, я-то... Вот это хорошо, хорошо, разработчики. За то, что они сделали настолько долгие лифты. Вакуумный изолятор. Ну, не знаю, зачем он нужен. И, во-первых, что это такое? Вылечивает стойкость снаряжения к энтропии в космосе, изоляция, давление. Я теперь тяжелый. Ну, пусть будет. Я не знаю, зачем это опять же. Ну, выглядит круто и хорошо. Если я не ошибаюсь, этот разлом был синхронизированным. То есть я могу телепортироваться. Сейчас мы проверим это. Нет, ни хрена. Ну, судя по всему, мне сюда и не нужно. Тогда мы просто берем и уходим. Я не знаю просто, что делать. Честно не знаю. Честно не знаю. И сейчас мы будем искать костер после второго босса, артиллерии. И там была еще альтернативная возможность пойти куда-то. Потому что я реально, я не знаю, куда идти. Игра не должна быть настолько. Опять же, вопрос. И основная проблема в том, что здесь настолько все однообразное. Что у тебя просто глаза текут. И просят. Ай, не бейте меня. Больно моим глазам, пожалуйста. А они все равно бьют тебя в глаза. И ты ни черта не можешь сделать. Потому что ты не знаешь, куда тебе идти. Че, черт позорный? Готов? Готов. Ну, что ты бьешь? Что ты бьешь, идиотина? Ты убил его? Убил. Молодец. Да что за залупа в меня летит? Проводник-катализатор. На кой черт он нужен? Без понятия. Хилка, хиляй. Тут явно тупики. Тут явно можно запаркурить. И там еще одна артиллерийская херня стоит. Ага. А этот получилось перекатиться даже. Не поверите. Паркур. И че, и все. На самом деле, я осуждаю. Я нажал удар в падении. Ну, единственное мое предположение, почему так произошло. Удар в падении нужно было делать высоко. Вот. Ну, что-то слишком сложным. Эта игра заставляет меня страдать. Страдать во всяких изощренных способах. Я, наверное, выключусь, потому что не знаю, что делать. Как что-нибудь найду, включусь. Не поверите. В этом месте внизу есть огромные мать его врата, которые, разумеется, открыты. Ничего себе. Ох, как же я теперь заблудился-то. Здесь мои духи. А какого хрена тут делают мои духи? Я бы рад узнать это место, но я еще от не могу. Не-не-не, мужик, не стреляй. Ложи оружие, мы будем хорошими друзьями. Тебе понравится. Хм, ладно. Минус призрак. А где... Ну, это и место я помню. Тут был босс-потребитель. А куда идти-то? Мама родная, мама сита. Спасите меня. Есть срезки, это как бы радует. Но они такие ужасно сделанные, что... Ну, нафиг такие срезки, если ни хрена непонятно, куда идти. Опять я качал стамину за кадром. А толку-то, толку-то. Да надо грузоподъемность бахать, наверное. Короче, не знаю. Прокачка меня пока удручает очень сильно. Ну, вот есть проход. Давайте в него сходим, если он откроется. У меня какой-то доступ есть. Открылась другая дверь. Какая дверь открылась, дядя? Какая дверь? Объясни. У меня есть предположение, куда идти. Помните, на какой-то из первых серий у меня была возможность пройти туда, пройти сюда. Я не помню, куда я прошел. Вот, возможно, туда сейчас нужно идти. Но вы же понимаете, что найти это место не представляется возможным вообще. Блин, а почему так сложно? Здесь надо через верх попробовать пройти. Сидишь, пердишь, бродишь, не понимаешь, куда идти. Вы можете верить, вы можете не верить. Я нашел одно место. Я не знаю, можно ли там пройти. Но я там упал, чтобы вы понимали, в пропасть. Опять сгорел. Матом заррал просто на всю хату. Ну реально. Я полдня бежал, вот сейчас опять туда подбегаю. Здесь был босс-потребитель. И за ним был проход. И сейчас там целый, мать его, какой-то сад открыт. Вот сейчас, смотрите, бежим прямо и слева. О, господи, здесь место открылось. Это шутки, что ли? Но это такой. Ладно, подождите, можно куда-нибудь уйти? Нельзя. Это, видимо, возвращение, потом это закрыто. Хорошо. Ну, в скобках, не очень. Потому что ни черта не понятно, куда идти. И снова сломался умникуб. Кто-то подписался. Большое спасибо за подписку. Ну почему он не светит? Фонарик, ну почему... Вот сюда можно идти, смотрите. И здесь вот я прыгнул, потому что там был какой-то доступ. И навернулся, пинданулся. Давайте попробуем еще раз. Фух, спасибо, спасибо, игра. Если бы я сейчас упал, я бы просто заорал, как сутулая собака. Отвечаю. Ладно, ладно. И давайте посмотрим, куда мы смогли прийти с вами. Я вот не помню, был ли я здесь. И эта хрень, скорее всего, будет неактивна. Да, хорошо, все, понял, плюс принял. Плюс принял. И вот попробуй запомнить, где здесь хотя бы что-то располагается. Игра имеет настолько неинтуитивный интерфейс, что при всем, блин, желании, ни хрена не понятно, куда идти. Огромный минус игре, что она... Блин, деревянная. Я не знаю, что вот за место. Там, короче, одна падла стоит. Артиллерийская, скорее всего. Вон, видите, красный этим светится. Живой человек. Добро пожаловать, говорит, здесь не так уж и много друзей. Присаживайся, переведи дух. Сесть. Новый жест. Ты заслуживаешь отдых. Откуда ты идешь? Кажется, что каждый из нас проделал долгий путь. Ты знаешь, что это за место? Кажется, ребята здесь вытворяют разные жуткие вещи. Как им удалось выжить? Они дергаются, словно марионетки. Прыг, прыг, прыг. Хе-хе. Ты ничего не чувствуешь? Садишь поближе к костру. В каждом существе есть внутренний огонь, который поддерживает его жизнь. У тебя такой огонек тоже есть, и никто не сможет его погасить. Мы должны беречь свой огонь и защищать его любой ценой. И когда вокруг останется лишь тьма, твой огонь осветит путь. М-м-м-м-м-м-м. Ну-ка, прям попой на костр. Ля, мы просто сидим в космосе, левитирующие господа. Дарова всем. С вами Владос. Ну, я присел, и что дальше? Оставайся сколько... Ну, и ничего ты нужному не говоришь. Моему сырую... Ой-ой-ой, тут пипяки. Господи, что делать-то в этой игре? Мамродная, пощади. Это, походу, уже отбитые ребята. Фонарь заработал, не поверите. Ладно, у меня есть возможность куда-то идти. И я куда-то пойду. О, две киеса аксиомов. Это хорошо. Ладно, раз пройти. Потом будет, я думаю, минимальное понимание, куда идти. И какая-никакая карта. Игре очень сильно. Я как бы понимаю, Dark Souls и карта такого быть не может. Но этой игре офигеть как не хватает карты. Серьезно. Я не вру. Короче, голубые скаты. Давайте их победим, попробуем. Голубые скаты, голубые. Манят они ароматом чая. Почему-то удар в падении не сработал, как это было нужно. Есть супер секрет на дверь, с которой ни черта нельзя сделать. Окей. Как скажешь, игра как скажешь. Буду струлять. Потому что я могу. Блин, а что будет, если я завалю того босса? Прям интересненько. Опять же, сколько нужно потратить сил, чтобы его убить? Это уже 18 вопрос. Но, тем не менее. Так, у нас есть возможность пройти всю эту локацию понизу. Но вопрос в другом. Хотим ли мы этого? Я вот, знаете ли, немножко не уверен. Альтернативно мы можем ее... Вот так пропрыгать. Или не можем. Мужик, ну я же специально иду по гребаной траншеи. Как ты, падла, попадаешь? Черт сутулый. Да, моя любимая атака. От которой нельзя увернуться. Давай, рывочек, и я бью тебя в спину. Как ты любишь. Придется лечиться, тоже хп мало. А я нервничаю, когда мало хп. Не было стамины для настоящих ударов чемпиона. Давай, что ты можешь, падла? Не та атака. Что-то у меня, походу, перевес, потому что я очень медленно двигаться стал. Там очень... Готово. И что эта тварь охраняла? А ровным счетом ничего. Как, в принципе, и всегда в таких играх подобных. Здесь у нас... Есть возможность найти супер секретное место. Нет, это пропрыгать можно. Окей. Хорошо, это у нас будет потом возвращение. Эту сторону мы вроде как просмотрели. Значит, сейчас пойдем дальше только и всего. По-моему, омни-куб перестал меня хилить. То есть, омни-кубы рано или поздно берут и просто прекращают работать. Понял, плюс принял. Буду знать, буду держать в уме, иметь в курсе. Зачем так было сделано, опять же, для меня непонятно. Есть летающие тварюги. Лок цели все еще дает понять, что он тут главный противник в этой игре. Мое ему за это уважение. Так, и в принципе, я могу вылезти отсюда. Для того, чтобы сходить еще вот сюда. На второй уровень и вон туда. Вообще, тут на самом деле дофига куда можно пройти. Это хорошо. Есть две мантикоры. Омни-куб, ну какого хера ты не работаешь? Ну вот смотрите, ну что фонарик ни хера не работает? Что омни-лечащий, мать его, куб, блин, в жопу не работает. Почему игра так быстро ломается, просто на ровном месте, серьезно? Я не вижу даже минимально серьезной причины, чтобы игра ломалась. Ну а дальше я не могу запаркурить. Здесь я был. Я нашинковал его фарш среди норвежских елей Джозеф, что это значит без понятия. Просто Джозеф поделился тем, какой он опасный, клевый и вообще хороший мужчина. И зачем мы сюда пришли? Ну тупо вот так по приколу, да? Окей, окей. Могу я расстрелять в принципе, только не могу. Ой, их три тут. Вообще по-хорошему сначала вон ту хрень убить, а потом уже идти сюда. Либо я могу пробежать, забрать ништяк и сделать ноги. Давайте сделаем так. Так, аксионы сворвали и текаем с села. Я только спросил, забежал, все дела. Вроде никто не сильно не в обиде. Кроме этого мужика с большой пухой. С сама мать его наведением. Мужик, ты понимаешь, если я найду дорогу, тебе будет такая жопа, что ты себя просто не представляешь. Можно эту хрень сломать? Нет, нельзя взаимодействовать, обидно. Тут в общем-то тоже. И почему он никуб снова не хилит? Ну в чем его проблема? Вот смотрите, фонарик включил, он тупо не работает. Он тупо не работает, не светит. Тут что, сильно темно? Сильно светло? Это какой-то умный фонарик? Фонарик, давай я сам решу, где светло, а где темно. Блин, как же тут много противников. Я нажимал у ворот. Надо лечиться, а то не сдобровать. Убей в попу, давай. Она любит. У нее там уязвимая точка. Палец и тогда дыра. Ну зажала собака, ну зажала, ну просто, ну выйти не дает. Вы понимаете, что за... Господи, какое убогое управление. Мама родная. Фух. Влад, не гори. Не гори, все хорошо, все хорошо. Не надо лишних слов. Не надо паники. Быстро, быстро, быстро. Максимум дипса, он будет бить, он будет бить. Он дебил, к счастью. Нам несказанно повезло, что он идиот. Такой же, как и я примерно. Один удар, один удар, красиво. Лучше просто. Так, и что же мы имеем? Мы имеем сад этих непонятных существ. Внизу там был проход. Определенно, внизу еще осталось много ништяков. Но мы как бы имеем, что имеем. Блин, ну почему куб не работает? Ну почему эта падла не работает? Почему он не работает? Опять же, вроде бы работает, но не работает. А может работает? А может хрен его знает? Ну нельзя так делать, тигры криво. Это очень криво. Ладно, все, больше не горю, честное слово. Прямо вот обещаю не гореть. Что они тут охраняли? Фигурука ясности. Так, она нам дает снижает к силе Нигла. Неведомо почему. Разум становится яснее. А я не знаю, что нам на разум действует. Так что не имею представления, стоит это брать, не стоит. Вообще интересно, на сколько часов эта игра. По моим скромным ощущениям, она неприлично огромная. Я бы сказал Эребор. Можно вон туда артиллериста пойти убить. Но можно ли пройти сюда? Давайте попытаемся узнать. Вы знаете, можно. Безумно огромные пустые места. Просто, мать его, какие же огромные места пустые. А сценариум. Без понятия, что это значит. О, это же Босяра, мать его. Но перед тем, как идти на него, нам бы по-хорошему какой-нибудь чекпоинт найти. Я думаю, он где-то здесь спрятан. Наша задача лишь в том, чтобы найти его. Вот я включил фонарик, он не работает. Вот я включил хилищую инъекцию. Анимация вроде была, но хп не прибавляется. Почему игра? Почему? У меня очень большой вопрос. Зачем делать такие огромные пустые пространства, ничем не заполненные? Здесь же явно что-то просится. Добавьте сюда хотя бы что-то, было бы интересно. Ну серьезно. Игра бы ничего не потеряла, появись здесь какая-нибудь, не знаю, полезная, приятная хрень. Слушайте, знаете, какое есть предположение? Возможно, омникуб хилит и светит за ману. Это единственное мое объяснение. Если это не так, то это очень кривая игра. Да. Надо будет какой-нибудь обзор записать однозначно. Потому что, блин, я, если честно, чувствую ответственность перед теми, кто, возможно, купит эту игру. Я хочу их предостеречь. Ну да, 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 конечно, он просто насквозь херачит. Ну что за дичь, алло, дядь. Ооо. Это что такое? Это, по-моему, похоже на возню. Я, конечно, не эксперт. Ну, конечно, они меня сейчас вдвоем будут драть по очереди. Красотища-то какая. Ля, о, мать его та. Ну херяйте, красавчик. Ля, какой, что творит этот чемпион. Look at this insane dude. Жесть он крут. О, да, удар в падении, удар в спину. Эта игра просто не предполагает того, чтобы драться с двумя или больше противниками. Она просто не может. Такое дерьмовое тут все. Господи. Вы меня простите, это просто немыслимо. Так дерьмовые игры уже давно никто не делает. Это был удар в спину, но нет, не удар в спину. А почему, да блин, ну не попал я просто в спину. Это же очевидно, что спрашиваете-то, а? Угадай, сколько ударов я сделаю, 15 или 1, или хрен его знает. Или пошел ты вообще в жопу, Владос, играешь в свои говно игры тут. Так, тихо. Нельзя так гореть, вы понимаете, нельзя. Фух, я справился. Я молодец. Кто молодец? Влад молодец. Но идти на босса с таким количеством хп, это просто мать его неуважение к игроку. Есть ли смысл подать сюда? Нет. Но, видимо, нам придется. Ладно, просто я горю больше, чем нужно. Простите мне, пожалуйста, мое горение, я честно не специально. Я искренне стараюсь как лучше. Здесь разработчики даже продумали какую-никакую разноуровневость. Разве это не восхитительно, скажете вы? Темные очки. Они что-то дают? А на кой черт они нужны, извините меня? И они, разумеется, для интуитов, только для них. Никто другой не может пользоваться очками. Вы что, типа слишком крутые? Нет, только интуиты могут пользоваться очками. Звучит, конечно, сомнительно. Ребят, костер нужен. Без костра очень тяжко. Что это вообще за место? Он уже борца за свободу, это чисто крафтит. Что это такое? Я как-то могу на это повлиять, что-то сделать? Видимо, нет. И, видимо, мне идти на босса. Идти на босса с таким количеством хп просто смешно. Ссаный омникуб не хочет лечить меня. В чем его проблема, господа? Кто-нибудь знает? Ну, очевидно, я могу в этой форме прийти. Давайте с духом попробуем подраться. Блин, ну мне идти вообще три дня отсюда. Вообще шансов нет его одолеть. Ты еще дрянь еще стреляет, как черт последний. Ну, в принципе, да, сам себя я не могу перебить. О да, о да. Так, у нас внезапное экстренное включение, где мы пытаемся добежать. Почему вот этих вот артиллеристов нельзя было сделать уникальными? Ну, понятное дело, тогда было бы слишком просто бежать, правильно? Правильно. Ладно, все, не горим. Мне нужен эликсир охлаждения, пожалуйста. Либо я вообще рано куда-то пришел, либо я как-то не так прокачался, потому что игра душит. Либо я использую вообще не те пухи. Ну, надеюсь, хотя бы с боссом у нас получится что-нибудь. Я сейчас визуально не вижу, что бы мана тратилась. Погнали на босса. Он очень быстрый. Ты кто такой? Какая-то тянка с косой. Хищная госпожа. О, госпожа. Я думаю, мы с вами можем найти общий язык. Ну, это тупо танцовщица местная. А что у меня со стаминой? Можно мне боссов не клоунов, пожалуйста? Ну, как бы я хотелось забежать за спину, но, видимо, нет. Понятно. У этой твари есть спина? Я визуально находился со всех сторон у нее. Везде, где только мог. Но, видимо, нет. Это, видимо, не спина. Блин, ну и, конечно же, станлок. Ладно. Знаете, я хочу сказать, что беру слова назад по поводу того, что игра говно, и она не работает. Сейчас у меня мало хп, и я взял куб на лечение, и он тратит мою ману и лечит меня. Беру свои слова назад. Здесь полностью мой недочет. Полностью я в глаза долбанулся и не заметил этого. Как бы, я всегда стараюсь быть максимально честным. Ну, как бы да, бесконечное пассивное лечение было бы не однозначно... Не то, что не однозначно, неестественно несправедливым. Так что это, я думаю, максимально правильное решение. Будем тогда... А вот души забирать я бы, конечно, хотел. Ладно, будем потихоньку с ней драться. Я думаю, получится. Будем бойтить на атаку, забегать за спину. Я сейчас отошел, ну ладно. Не суть. Ну и пару ударов. Не будем жадничать. У ворот и пару ударчиков. Вот так. Не буду жадничать, потому что жадность никого, ни до чего хорошего еще не доводила. Сейчас она поднимает косу, делает удар, а я такой, неа, неа. Три ударчика, красиво. И отходим на всякий случай, как бы чего не вышло. Красивый босс, красивенький, необычный. Что-то новое. Она даже пол режет, так мощно бьет. Смотри, что творит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что происходит? Коза затумалила мне разум, да? Вроде ничего не поменялось, ладно. Госпожа, вы будете бить? Мда, красиво. Вот, теперь минус мозг нарисован. Блин, она меня изнасиловала. Сделала мне мозги. Но в ладоса так просто не взять. Пару ударчиков бабахаем, немного не жадничаем. Слушайте, а что мне с камерой происходит? Что мне с камерой происходит, ради прикола? Это какой-то эффект такой? Если это действительно эффект, это охренеть, как круто. Если игра думает, что это мешает, нет, это наоборот так помогает. Как будто я через фишай. Слушайте, по-моему, у нее есть физика грудей. Я только сейчас заметил. И это круто, я люблю, когда есть физика грудей. Это значит, что есть грудь. Не поверите. Какую сторону она бьет, без понятия. Ну и тупо расстреляем эту козу. Просто унизили ее. Пропуск института Альма Маттер, фрагмент физпийца. Ого, это значит физпийца, это босс и мам родная. Хм, ладно. Так, мы пришли отсюда. Я вижу разлом, мы идем первым делом в разлом. Но вопрос, почему фонарь сейчас не работает? Неужели фонарь тоже за ману? Вы серьезно? Тогда я, наверное, буду немножко интуицию подкачивать. Так, мана появилась? Нет, мана не появилась. 20% данных. Все получится. Так, подключились, подключились. Фонарик должен... Почему ману не дают? Давайте инту качать, я не знаю. Нигл. Что за Нигл? Хрен его знает, господа. Вообще, в душе не знаю. Да, слушайте, фонарь тоже за ману. Тогда я полностью снимаю все свои предъявы. Я до конца не разобрался в игре. За что? Прошу меня простить и извинить. В принципе. В принципе, да, виноват. Так, но куда идти дальше? Теперь настолько все непонятно. Блин. И зачем тогда я с этим демоном заключил мир? Я еще против демонов. Через парадную дверь. Господи, как же сложно. Как же сложно здесь понять, куда тебе идти. Давайте я попробую быстренько поглядеть. Если у нас возможность куда-то пойти. И тогда уже будем заканчивать. Да, слушайте, мана тратится даже на фонарик. Охренеть. Я-то не знал этого. Теперь буду знать. Почему игра в АБСе дергается? Тогда, возможно, игра не настолько дырявая, как я думал. Возможно, дырявый я сам. Или этим мы будем уже заниматься в следующей серии. Но это, я так понимаю, какие-то данные. Архивы данных. Я полагаю. Но у нас есть возможность еще на самый верх пойти. Давайте тогда сходим, наверное. В принципе, не так уж далеко. Надеюсь, серия будет не сильно долгой. И что это за место? Это выглядит как какие-то врата. И эта дверь откроется? Открылась. Ого. Мамродная, сколько развилок-то? У игры явно беда с тем, сколько здесь огромных мест пустых. Квантовый свет нафиг он нужен. Он чем-то отличается от другого цвета света? То же самое, по-моему, нет? Ну, раздали, значит, спасибо. Не поверите, я нажал кнопку, и у меня, короче, какая-то хрень... Ой-ой-ой, как это убрать-то? Escape. Блин, я, походу, игру сломал. А как это убрать? Я не знаю, как это убрать, честно. Я нажал Escape, он не нажался. Я просто нажал на кнопку, чтобы замутить... Микрофон, все, я понял. Это место... По-моему, это тупик. А я очень не люблю тупики. Знаете, я сам как тупик своего рода. Ну, раз мне дали квантовый свет, возможно, его стоит как-то использовать. Но как? Игра, поясни. Правда в том, что вознесшимся удалось то, что вышло. Не вышло у нас полный перенос сознания, память в личность, бессмертное искусственное тело. Ага. Интересно. Поноже сверхчеловека. Ну, это явно не про меня. Так, выдержки меньше. Выглядит, наверное, круто. Давайте комбусы относить. О, это, короче, техстанция. Так, этим мы займемся в следующей серии. Обязательно. Неужели выход в открытый космос? Ну, выглядит похожим на правду. Неужели я уже в открытом космосе бегаю? Мам, родная, что так много вопросов-то, а? Ну, это какая-то хилка, да, серверная? Сервисный гляд, чуть-чуть, нет? Ничего нельзя улучшить. И мы снова в тупике. Как говорил месье Жибер, ми в дерьме. Я не знаю, куда идти. Откровенно, искренне не знаю, куда идти. Я как бы в теории должен знать, куда идти. Потому что мне дали паспорт. Ну, короче, какой-то доступ. Но, блин. Игра, если ты делаешь такие темы... Окей, хорошо, смотрите, игра может делать такие вещи. То есть она говорит, вот здесь закрыто. Пока ты не получишь вот этот вот пропуск. Я могу записать у себя пометочку сделать. Что мне нужно именно это. Население Земли начинает восстанавливаться после массового уничтожения, совершенного во время глобального режима. Глобалистического режима. И я теперь вообще не знаю, куда идти. Я настолько потерялся. Я потерян в пространстве и времени. Вот что это за место? Был я тут? Не понимаю, ладно. Там у нас где-то был портал. На этом мы, наверное, закончим. В начале следующей серии, возможно, улучшимся. Возможно, нет. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Лайки, дизлайки, комментарии, как всегда, невероятно помогают. Так что надеюсь на вас, господа. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok